МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий провел традиционную встречу с жителями. На этот раз она прошла в Томилинском микрорайоне птицефабрика. Медицина, транспортная доступность, СМИ и благоустройство в адрес администрации прозвучало более 30 вопросов. Об ответах и решениях в сюжете Александры Томей. Итоги летнего содержания территорий и планы на зимний период – таковы основные темы встречи Люберецкого главы с жителями. Округ уже закупил более 5000 кубометров песко-соляной смеси, а управляющие компании продемонстрировали, что вооружены всем необходимым к зиме. Казалось бы, небольшая территория округа требует к себе особого внимания. Мы, как Люберецкий район, были самым маленьким по территории района в Московской области. Люберецкий район, сегодня уже городской области, это 12,9 тысячи га. Чтобы вы понимали, мы по территории какие. Но мы запредельно урбанизированы, мы запредельно застроены. И в этом плане плотность населения, она одна из самых высоких в Московской области. Высокая плотность населения – это в первую очередь транспортный вопрос. Ему в этом году уделили особое внимание. С января отремонтировали 66 дорог. Но остаются проблемы с маршрутами городского транспорта и пробки. Вы знаете, что у нас самая главная артерия, дорожная, это Аркадский проспект. Мы каждый день часами стоим в пробке у Макдональдса. Неужели нельзя навести порядок, чтобы там машины, которые заворачивают на этот мост, хорошо расстроены в ту сторону людей. Но они занимают все три ряда. У нас Октябрьский проспект в середине 2019 года выходит в реконструкцию. В ходе этой реконструкции, реконструкция будет идти три года. В ходе этой реконструкции у нас будет расширен Октябрьский проспект до шести полос. Раз. Второе. Это будет бесцветофорное движение. Кроме того, расширение ждет еще одно пробочное место – часть Новорязанского шоссе в доле Сент-Эру-Чиёк. Там работы начнутся уже в декабре этого года. Еще одна тема, которая волнует тамиленцев – медицинское обслуживание. По поводу нашей поликлиники номер четыре. Меня интересует такой вопрос. Почти целый год у нас в поликлинике невозможно нормально, спокойно сдать анализы. У нас постоянно нет пробирок. Проведены администрации лечебного учреждения ЛРБ-1 закупки. Вчера поступили шприцы. Кайпринцы поступают в начале следующей недели. И сегодня уже принято решение Министерством здравоохранения Московской области о том, что на первый квартал больница будет сама производить закупки. Звучали вопросы о школах, расселении ветхих домов, работе участковых. Дважды спросили о средствах массовой информации в Тамилене. После закрытия телевидения в поселке жители чувствуют себя отрезанными от информационного поля. По газетам у нас сейчас в каждом поселении Малахо-Красково-Октябрьский и Блюберска порядка 10-15 точек места сплатного распространения места массового скопления людей, в том числе в высшем здании администрации. И ежедневно распространяется газета «Лебрецкая панорама». В каждом выпуске газеты «Лебрецкая панорама» есть вкладка касаемо новостных лент каждого поселения. Это первая тема. Касаемо телевидения. Телевидение вещается посредством Небрецкого районного телевидения. Лайон проще, я подойду к заявителю, и мы рассмотрим возможность обеспечить годную подписку, если лицо подпадает под соответствующей категорией. Почти два с половиной часа глава администрации и руководители управления общались с жителями. На часть вопросов удалось ответить сразу. Какие-то темы требуют детальной проработки, но на все запросы жители получат официальный ответ. Александра Томей, Алексей Курский, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.